Хотите бесплатно получать эксклюзивные курсы, дорогостоящие книги и приватное обучение? В Телеграме появился Робин Гуд, который бесплатно делится платными материалами, которых нет в открытом доступе. По дизайну, маркетингу, бизнесу, иностранным языкам, программированию, соцсетям и многим другим. Присоединяйтесь к шерватским разбойникам сейчас и получите знания абсолютно бесплатно. Ссылка на канал в описании. Не забудьте установить сам Телеграм. Спешите, админы хотят сделать доступ закрытым, исключительно по приглашениям. Скорее всего, в мире нет человека, который бы не имел домашнего питомца. И я не исключение. Назову это видео «Мои шерстяные друзья», потому что все, кого я заводил дома, за исключением тараканов и женщин, имели шерсть. Вообще, моя мама не особо разрешала мне заводить домашних питомцев. Леша, нет. Ну, мам. Поэтому у меня их было не так уж и много. Первым моим мохнатиком был мышь Антон. Он жил в банке и иногда путешествовал до школы в моем кармане. Антон был хорошим парнем. Одним из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздник и громкий смех. Пыль, дорог и ветра, свист. Немного позже я приобрел Антону подругу. Антон был не промах и сразу забабахал себе целое потомство. Он был так счастлив. Позднее бронхиальная астма разделила меня и Антона на целый месяц. Мы были не разлей вода, но Антона не пускали ко мне в больницу. Поэтому через месяц, когда я вернулся, он меня даже не узнал. И вел себя совсем иначе. Я удивился. Видимо, у мышей очень короткая память. И я начал налаживать коммуникацию с Антоном заново. До того, как я узнал, что это оказывается совсем не Антон. Пока я болел, Антон умер. И мама купила мне нового мыша, чтобы я не расстраивался и мое детское сердечко не разбилось. Спасибо, мама. Особенно, что не удержалась и рассказала мне об этом в первый же день. Вторым моим питомцем была хомячиха по прозвищу Щека. Для нее я даже специально купил клетку. С маленьким домиком, колесиком и другими хомячьими приблудами. И хоть у ней всегда было корма в избытке, она все равно складывала всю еду за щеки и прятала в домике. Ей не нравилось жить в заперти, поэтому каждый день она пыталась прогрызть прутья, либо пролезть сквозь них. Но из-за лишнего веса она просто застревала. Позже я купил ей друга, и они застревали вместе. Щека прожила долгую жизнь, но, к сожалению, под конец у нее отказали ноги. Я даже носил ее в ветеринарную клинику на уколы. Ей стало лучше, но через неделю щеки не стало. Третьим моим питомцем был кот Тимофей. Он был самый умный кот из всех, кого я когда-либо видел. Все потому, что именно этот кот ходил в туалет по-человечески. Причем его никто даже не учил. Когда он у нас появился, я просто зашел в туалет, а там занято. Котом! Ко мне пол района приходило в гости, чтобы посмотреть, как срет мой кот. Когда у него кончалась еда, он не ждал, а шел прямо ко мне и просил. А по ночам он зачем-то охотился за ногами, из-за чего я постоянно откладывал кирпичи. Также, видимо, из-за большого интеллекта он неоднократно спрыгивал с балкона. Пару раз я его находил, но в один раз, когда он оказался на улице, я его так и не нашел. Буду надеяться, что он просто нашел себе приятную компанию из кошечек и жил счастливо. Последняя моя кошка отличалась от всех тем, что не мяукала вообще. Она была такая скромница. Даже перед тем, как лечь на меня, она ставила лапу, смотрела на меня и ждала разрешения. Ну и чё, можно уже, блять? Позднее у неё начались проблемы, и нам сказали, что её нужно стерилизовать. Когда я принёс её после этой процедуры, она была под наркозом. Соня, ты в порядке? Соня! Ты в порядке? Кстати, эта кошка в порядке до сих пор. А ещё у меня были рыбы. Я не посмотрел, что этих рыб нельзя сажать вместе. Поэтому, когда я в следующий раз подошёл к аквариуму, осталась только одна. Да. А ещё у меня были питомцы, которых мне давали на время. Из таких я могу выделить только трёх мейн-кунов размером с лошадей. И очень боязливую черепаху, которая весь день пряталась в укрытии, а потом... Перебегала в другое укрытие. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И напишите в комментариях, какие у вас были необычные или экзотичные животные. И до новых встреч!